Вот эти знаменитые медийные законы, мы их не будем обсуждать подробно, что там сказано в законе Бородянского, Ткаченко и так далее. Уже столько об этом говорилось. Я хочу вас на другом спросить. Мне кажется, все наши беды за последние, ну, с 2014 года, да, ну, почему я, например, не голосовала за Порошенко, и многие другие люди думают, даже не потому, что он там коррупция, там, любит друзей и все такое, а просто потому, что они проводили такую политику, которая страну разорвала на части. Правильно, неправильно, хорошие, плохие, сепаратисты, не сепаратисты, запад-восток и так далее. Русские, украинские. Я считала, что это, в принципе, даже без экономики, это убьет скорее, чем экономика, да, страну. И, конечно же, там, я не голосовала за него, а голосовала за Зеленского, который обещал прямо противоположный. Я очень ожидала, что люди, которые придут в гуманитарную сферу, первое, что это основа, это, мне кажется, важнее экономики, важнее всего. Они представят гуманитарную концепцию развития страны, они ответят на, главное, базовый вопрос, да, там, какую страну мы строим, поликультурную, монокультурную, мы, вот, объявляем ли мы мораторий на вопросы, которые нас рвут, да, там, поддон героев, еще что-то, потому что есть же люди, против которых никто вообще не возражает, чтобы они были нашими героями и так далее. И многие-многие другие вопросы. Что такое свобода слова и так далее? Нет, никто никакого гуманитарного проекта не представил, никто не ответил на главные вопросы, потому что вот это же этическая составляющая, коллективный договор для любого государства, ради чего мы готовы погибать, или ради чего мы хотим жить, или еще что-то. Нет, вдруг мы выкатываем два, вот, это самое, два закона, которые, там, обрезают права прессы, права журналистов. Зачем? То есть, с точки зрения стратегии, это чистое безумие. Давайте, ну, давайте тогда возьмем конкретно эти два закона, о которых вы говорите. Вы, к сожалению, большинство... Хотите их разобрать? Нет, к сожалению, два этих закона в понимании сегодня, в том числе и журналистского сообщества, это один закон. На самом деле, это действительно два закона. Это закон об медиа. Да, но там просто механизмы, а тут как бы... Смотрите, если мы говорим о медиа, ну, во-первых, он еще не рассматривался в Верховной Раде, да, во-вторых, сегодня идет в том числе дискуссия, в том числе и с журналистским сообществом. Он разрабатывался при поддержке Евросоюза. Сегодня, ну, по крайней мере, исходя из того, что мне говорили коллеги из комитета профильного, есть несколько статей, порядка, там, чуть больше десятка, к которым есть претензии, которые являются дискуссионными. Это с всего закона, который, там, 120 чем-то статей. Вот, поэтому давайте дождемся окончательного варианта этого закона, каким он будет, каким он попадет на первое чтение, каким он пройдет через комитет в подготовке ко второму чтению. Это про законы, это понятно. Но как вы считаете, стратегически, вот вы бы, да, если бы вы были человеком, который, там, рулит этим всем, вот неправильно ли было бы представить обществу проект, а потом уже говорить, да, там, а вот механизмы для того, чтобы это было, вот такие. Мы не будем разрешать заходить в главную комнату без белых тапочек, там, или еще что-то. Ведь вы же начали с белых тапочек, что вы не будете разрешать в белых тапочках или в красных. Ну, как-то так, очень. Не, ну, я вам образно говорю, почему не представить проект, гуманитарный проект страны, да, по каким правилам мы все живем, или будем жить, или хотим. Почему не спросить у людей, как бы они видели это будущее. Почему мы сразу говорим, что не будем разрешать рассказывать. Вот если вы, там, да, нет, не говорите, черное-белое не носите, верно, не выговаривать. Вот стратегически, ведь этим должен был Бородянский заняться. Но вы сейчас задаете... Ну, как вы думаете? У меня вопрос комментировать позицию министра Бородянского. Я думаю, что он самостоятельная фигура, которая сможет откомментировать закон о дезинформации. Не хочет, не приходит. Но, к сожалению, в этом плане я помочь вам точно не смогу. Да я понимаю, конечно, сама себе буду помогать. Продолжение следует...